МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 по 5 августа следующего года у нас пройдут уже седьмые спортивные игры народов Республики Сахая-Якутия. Подготовка у нас идет полным ходом. Соревнования будут у нас проходить по 16 видам спорта, в основном, олимпийские виды спорта. Отбор к этим играм будет в три. Это муниципальный отбор, потом квалификационные соревнования республиканские. И финальный этап, как я до этого говорил, пройдет с 1 по 5 августа 2018 года. Подготовка идет, строятся, должны будут введены у нас 4 спортивных объекта. Это стадион на 3 тысячи мест с под трибунным манежем, потом многофункциональный спортивный зал в селе Амга, центр адаптивных видов спорта в селе Бетенце и спортивный зал в селе Чапчелхан. А так подготовка идет, в принципе, и в плановом режиме. Пшеница, земляника, капелька и цветок сардана стали символом предстоящих игр. По какому принципу выбирался этот символ? Все люди знают, если Амга, то это самарька Амга, основные символы ихние. Потом земляника, цветок сардана. Это было предложение, прежде всего, Амгинского района. И Оргкомитетом, представителем Оргкомитета Михаиловичем Гуляевым. Эти четыре символа были утверждены, и уже 25 ноября будет большая ярмарка, спортивная ярмарка, будет в форме. И на этой ярмарке эти символы будут официально уже представлены. Скажите, корректировка бюджета как-то повлияет на подготовительные работы к играм? Я надеюсь, в принципе, все у нас с деньгами проблем не будет. И в том объеме, в котором мы должны провести игры, я думаю, мы и должны провести. Скажите, а будут ли в полном объеме оплачиваться единовременные выплаты чемпионам, кроме олимпийских, паралимпийских и суберолимпийских? Если в целом брать, то у нас в программе на эти средства заложено 15 миллионов. 15 миллионов, но всегда, как по практике, предыдущих годов мы эту сумму преувеличили за рамки этой суммы. На этот год предварительно у нас уже мы выходим на 23, где-то с половиной миллиона рублей. Медалей больше завоеванных, соответственно, мы всегда эту сумму превышаем. Обычно мы эти средства просили с резервного фонда. Я думаю, в этом году, надеюсь, что тоже с резервного фонда нам эти средства выделены. — Скажите, зимние виды спорта достаточно новые для Якутии, такие как керлинг, шорт-трек. Как активно у нас внедряются, как поддерживаются, как охотно занимаются этим видом спорта? — То, что касается шорт-трека для Якутии, он не новый вид спорта. Он уже на протяжении 7 лет в Республике Саха Якутия культивируется, очень хорошо развивается. В городе Якутске, в Нерингере и в Мирном этот вид спорта культивируется. В этом году мы в конце ноября в Харбине, в провинции Хэллоуцзян, должны подписать соглашение о взаимодействии, куда включили, соответственно, шорт-трек, так как китайская сторона в этом виде спорта достаточно сильные. И тот костяк команды, который 8, ну основной костяк команды, 8 человек, мы планируем вывозить в Китай, ну как на учебно-тренировочные сборы, на постоянной основе. И в соглашении это прописано, да. То, что касается керлинга, керлинг, федерацию керлинга мы аккредитовали в том году. Ну, с тех времен федерация очень активно у нас работает и уже проводит, так сказать, не республиканские, но турниры в городе Якутске, да. А насколько вот вызывает интерес? Ну, достаточно популярный вид спорта. Сам вид спорта, он очень интересный, его называют как шахматы на льду, да. И люди очень заинтересованы. И вот на последнем турнире где-то порядка 50 человек принимало участие, да. То есть у нас есть тренеры, которые конкретно будут обучать этому, да, виду спорта. Ну, а в целом как идет развитие зимнего вида спорта? Ну, допустим, там, горные лыжи. Ну, зимние виды спорта такие, как лыжные гонки, такие, как биатлон, ну, они уже фигурное катание, хоккей, они очень давно культивируются, да, также в республике Саха-Якутия. У нас есть центр подготовки лыжников, который находится в городе Алдан, где базируются у нас в основном лыжники и биатлонисты. Тот же хоккей, наши спортсмены, но в основном юноши, очень успешно выступают на всероссийских стартах, да, на таких, как «Золотая шаба» и так далее. Насколько нам известно, Ледовый дворец и Лейбатур полностью передали хоккеистам. И как быть другим видом спорта? Может быть, новый какой-то дворец? Ну, это никак, передать передали, но это никак не скажется на графике тренировок других видах спорта, таких, как шорт-трек тот же, да, такие, как фигурное катание, ну, даже если брать массовость, да, но на то же массовое катание по графику таких больших, существенных изменений никаких не будет. А с чем связана была тогда вот именно передача хоккеистам? Ну, чтобы как-то расширить их базу. До этого у нас хоккейная школа базировалась в Серебряном Бару, в Иринкеринском районе, чтобы для большего охвата детей и для расширения их материально-технической базы, соответственно, было принято решение все-таки основной, головной площадкой сделать это Лейбатурно. А во Владимирке планируется создать круглогодичную лыжную базу, ну, республиканскую. Когда это произойдет? Не, ну, точно я не могу сказать, когда это произойдет. Это инициировано было Федерацией лыжных гонок. Да, очень хорошая идея, в принципе, совместно с городской, Якутской городской думой они обсуждали этот вопрос. Для создания этой базы было выделено 14 гектаров земли. Ну, и сейчас дальше будем заниматься, как развить дальше эту базу, как лучше-то. А как насчет многофункционального спортивного центра, который ожидается в Нижнем Бестяхе? Ну, проект у нас есть по многофункциональному центру. В принципе, проект есть, очень хороший проект, который и с бассейном. Проект есть, в принципе, положительная экспертиза этого проекта есть. Вообще, стоимость этого объекта где-то порядка 860 миллионов. Достаточно такой большой объект. Предложение Министерства спорта. Мы внесли предложение Министерства экономики Республики Саха и Кути для включения этого объекта в комплексную программу развития Дальнего Востока. До конца этого года должна будет состояться комиссия, где определит, попадет ли наш проект в комплексную программу Дальнего Востока. Насколько я знаю, он является одним из приоритетных проектов, который все-таки должен попасть в комплексную программу. Как готовится наша якутская команда? И сформирована ли она к зимним детям, играм Дети Азии на Сахалине, которая в 2019 году? Команды сейчас у нас формируются. Из 8 видов спорта мы должны представить Республику на первых играх в семи играх спорта. Кроме прыжков с трамплина по всем остальным видам спорта, мы, как говорится, команды формируем. Но наша задача, как Министерство спорта, в принципе, время немного осталось уже до первых зимних игр. В принципе, в кратчайшие сроки проводить учебно-тренировочные мероприятия, сборы и так далее, чтобы учебные мероприятия, тренировочные мероприятия, чтобы хорошо подготовить, но и достойно выступить на первых зимних играх Дети Азии. Георгий Русланович, в последние годы мы активно внедряем систему ГТО, и люди охотно сдают нормативы, принимают в этом участие. В этом году ГТО стало обязательным для подрастающего поколения, то есть внедряются в школы. Насколько, какая у нас подготовка ребятишек, то есть готовы ли они к таким, так скажем, для них новшествам? Ну, если вообще в целом брать, то 24 марта еще 2014 года вышел указ президента Российской Федерации о сдаче нормативов ГТО. Соответственно, мы региональным оператором определили у себя управление физической культурой и массового спорта, подписали соглашение со всеми муниципальными образованиями о взаимодействии в ГТО, сдаче нормативов ГТО. Ну, и на сегодняшний день есть официальный сайт gto.ru, где из республики Саха-Якутия зарегистрировалось на этом сайте более 76 тысяч жителей нашей республики. Но если брать по сдаче нормативов ГТО, то на сегодняшний день 1944 человека сдали на знаки ГТО в республике Саха-Якутия. Поэтому это, как говорится, ну, ГТО, почему было принято решение, ну, личное, как говорится, мое мнение, что как-то дети, наверное, ну, не только дети, там вообще по 11 группам идет сдача нормативов ГТО, ну, чтобы как-то все-таки народ подтягивался, да, если не было за своим здоровьем, да. А как в целом детский спорт у нас развивается, особенно в арктических районах? Ну, детский спорт достаточно хорошо развивается. У нас в конце 2013 года было создано управление детской муниципальной школы спорта и подготовки спортивного резерва, которое в основном по республике. И, как говорится, к ней отношение имеют и республиканские школы, которые у нас, ну, которые в ведении министерства спорта находят. Ну, и, соответственно, взаимодействуют с муниципальной детской муниципальной спортивной школой. Всего, если брать, то по республике 68 детской муниципальной спортивной школы, а если брать северные районы, то у нас 21 детская муниципальная спортивная школа. Ну, и они занимаются непосредственно, отвечают, да, за развитие детского спорта. Если брать, ну, вообще-таки, крупные соревнования, то мы проводим раз в два года спорта-киаду школьников на республике Скай-Акутии. Ну, и, соответственно, выступаем на финальной части спорта-киады школьников Российской Федерации. Михаил Ефимович Николаев предложил провести детские игры Мончары. Поддерживаете ли вы эту идею? Ну, предложение очень хорошее, но если в целом брать, то в рамках игр Мончары мы также, также у нас юноши, дети тоже, в принципе, выступают. Если брать один, спорта-киада проходит по 11 видам спорта, то в 10 видах спорта, кроме конных скачек, у нас дети выступают на играх Мончары. Отдельно, ну, тут вопрос, если отдельно выделять, как говорится, не проводить, не в рамках игр Мончары, то в принципе, предложение достаточно хорошее, но я считаю, что можно было бы проводить отдельно просто спорта-киаду, спорта-киаду школьников уже непосредственно по национальным видам спорта, да, если отдельно проводить. Но так как, повторюсь, в рамках игр Мончары дети у нас, как такое выступают, да, ну, и не раз в 4 года, а можно сделать так же, допустим, раз в 2 года, да. Как спорта-киаду школьников. Буквально 15 секунд остается. Скажите, примет ли Якутия в чемпионате по боксу в 2019 году? В 2019 году мы заявку подготовили буквально сегодня эту заявку отправляем и до конца этого месяца уже федерация. Благодарю вас. Министр спорта Республики Сахай-Кутя был у нас в гостях. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова